И даже, я уже говорил, не классическая разделка, то есть не 10-километровая. 33 номер Ольги Желудевой из Республики Кореи. Она мастер спорта, также. 2002 года рождения, одна из перспективных российских юниорок. Ну а следом примет старт Анастасия Фалиева. Степанова, удивившая всех. И вот на старте Вероника Степанова. 2001 года рождения эта спортсменка представляет Камчатский край. Родилась точно там же, в Камчатском крае. У нее есть младшая сестра Надежда, которая родилась в 2012 году. На лыжи Степанова встала в 7 лет. Тренировочная база по лыжам находилась напротив дома ее семьи. И когда у Степановой на Вяльбе наблюдает за тем, как спортсменки проявляют себя в гонке с раздельного старта. А тем временем Евгения Крупицкая открывает стартовую группу. 37 номер представительницы Санкт-Петербурга. Вместе со Степановой они очень здорово проявили себя на последнем юниорском чемпионате мира в финском Вуакате. После чего попали в основную. Здесь можно начать очень-очень здорово. Однако просесть и не рассчитать силы Вероника Степанова начинает. Смотрим на ее время. Нет, Александра Кононова проигрывает 6 секунд на другой отсечке. А Степанова занимает промежуточное четвертое место. Уступает порядка трех секунд Анастасии Фалеевой. Ну то есть плюс-минус в одно время начали Фалеева и Степанова. Здесь же Анастасия Рыгалина, представительница Москвы из Санкт-Петербурга. 96-го года рождения. Это спортсменка. Я рассказывал, что это у нее будет первый год в сборной команде страны. То есть она готовилась под руководством Егора Сорина. Перешла из серии марафонов. Там совершенно иная спица. Правда, там себя активно она не сумела показать. И вот Татьяна Сорина на старте. Представительница Тюменской области. Одна из лучших лыжниц мира. По окончании прошлого сезона ее фамилия красуется на пятом месте в общем зачете Кубка мира. Вчера Татьяна шикарно провела квалификацию. Всех выиграла в четвертьфинале спринтерской гонки. В полуфинале с огромным запасом. Однако в финале именно вот эта спортсменка, которая сейчас выходит на старт Юлия Ступак, обыграла Татьяну за счет своего мощного финишного ускорения. Мы знаем, что Юлия невероятно сильно финиширует. И вот Юлия Ступак. И Галина вырывает лидерство у Жамбаловой на отметке 900 метров. Выигрывает 6 секунд. А вот Вероника Степанова проходит первый круг 3 километра, уступая Валеевой 8 секунд. Например, настолько же их разделяло на отметки 2 километра. То есть Лилия Васильева не сильно быстро начинает эту гонку. С шестым временем уступает Рыгалина 9 секунд. Здесь уже Татьяна Сорина. Смотрим, какой результат будет у Тюменки. Выигрывает 5 секунд у Рыгалина. Игрывает у Жолудевой всего лишь 3 секунды. До этого было 7. То есть второй отрезок Алиса не так мощно прошла. Смотрим, Юлия Ступак вырывает первенство на первой отсечке у Татьяны Сориной. Их разделяет считанные секунды. Не так много. Ступак выигрывает всего лишь 3. Не так много, я думаю. Это отыгрывается. 2 секунды между Ступак и Сорина на отсечке 2 километра. Все так же в пользу Ступак. То есть примерно в одно время прошли этот отрезок спортсменки. Теперь ждем их на стадионе. На стадионе по истечению 3 километров лидирует пока Алиса Жамбалова. Но смотрим, как пройдет эту отсечку Анастасия Рыгалина. Между ними было 3 секунды в пользу Рыгалиной. Сейчас 5. Я же говорил, что да. Алиса Жамбалова сильно быстро действует. Опережает спортсменок соперницы. Сорина 14 секунд везет Рыгалиной. От третьего места мы смотрим, как относительно Юлии Ступак. Она прошла последний километр. Было 2 секунды в пользу Ступак. Теперь 0,8. То есть на немного, но Татьяна быстрее прошла, чем Юлия. Но все пришло для разгона. Настоящая гонка начнет развиваться постепенно. Здесь уже смотрим, она в сети Рыгалина. Наш 13 секунд привозит. Да, самой быстрой пока является Анастасия Рыгалина. Однако сейчас посмотрим, как относительно Татьяны Сориной прошла Рыгалина. Потому что между ними разделяла 14 секунд в пользу Сориной. Теперь 22. Сорина уже 22 секунды везет Анастасия Рыгалина. Вот вроде смотрели, как Анастасия в пользу Сориной. Смотрим, как относительно Ступак Татьяна идет. Между ними было 0,8 в пользу Юлии. Но теперь Татьяна уже вырывается вперед. 3 секунды выигрывает у Ступак. Татьяна уже выигрывает у Ольги Желудевой. То есть хорошая фора. Постечет. Вроде бы не устает. Все движения мощные, толчки мощные. А Ольга Желудева также добавляет. Выигрывает у Бекешевой порядка с Арупицкой. Татьяна Сорина проходит 5-километровку. И здесь уже ей не удалось выиграть у Рыгалины. Потому что также было 22 секунды на прошлой стечке. И сейчас все те же 21 секунд. Вот здесь Сорина, конечно, гораздо быстрее, чем Ступак проходит. Хотя вот по движениям не сказать, что Юлия начинает сдавать. Скорее, это Татьяна Сорина уходит вперед. Я напоминаю, что Татьяна Сорина действующая чемпионка России в гонке с раздельного старта. Также коньковым стилем. Анастасия Рыгалина выигрывает у Евгения Крупицкой уже 22 секунды. Ну и здесь постепенно начинает образовываться тройка сильнейших сегодняшних спортсменок. Однако еще половина гонки впереди. Это ничего не значит. Сколько раз мы наблюдали на этапах мирового кубка, когда спортсмены половину гонки проходили с невероятно огромными скоростями. А во второй части оказывались в низах, либо в середине финишного протокола. Татьяна Сорина 24 секунды выигрывает у Рыгалины. По истечению последнего финишного подъема и равнины на стадионе 2 секунды добавила в свою пользу. В ней неделю Татьяна ездила в итальянский Ливиньо, где тренировалась сборная на Рыгане первенством. Вот смотрим как раз. Нам показывают Жолудеву. 33 номер сегодняшней гонки. Проходит отсечку 9 километров. Выигрывает у Елизаветы Бекишевой 51 секунду. Конечно, в другой лиге сегодня находится Жолудева. В лиге с Алисой Жамбаловой Евгением Крупицкой. Анастасия Рыгалина, да, своя лига сегодня. То есть она уступает Сорина и Ступак. Хотя Ступак совсем чуть-чуть уступает. Но Крупицкая выигрывает уже 29 секунд. К слову, на последней отсечке было 22. То есть за последний километр, вернее 900 метров по 7 секунд добавила Анастасия. И по движениям видно, что она нисколько не сбавляет. Здесь же Татьяна Сорина. Проходит отсечку 6. И 9 километра. Выигрывает у Рыгалины 26 секунд. То есть Рыгалина 900 метров прошла почти в одни ноги с Татьяной. Было 29 секунд. Смотрим, что на отсечке 6 и 9. Да, видно, вот сейчас уже видно, как тяжело Юлии между ней и Рыгалиной осталось 2 секунды в пользу Ступак. Напоминаю, что Ступак 2 недели назад выиграл чемпионат Италии. Открытый чемпионат Италии в 10-ти километровке с раздельного старта. Но здесь мастера спорта. Как дорабатывает Рыгалина. Видно, в прыжке входит в последний подъем. 2 секунды, то есть если смотреть по тому, как действуют спортсменки каждый километр. А вот здесь, кстати, Рыгалина, как мы видим, она очень на хорошем уровне. И уже Юлия Ступак опускается на третье место. Уступает Рыгалиной 6 секунд. 31 секунду Сорина выигрывает у Ступак и 25 у Рыгалиной. Вот так вот развиваются события. Рыгалина очень здорово подготовилась к сегодняшней гонке. Но я не думаю, что конкретно подводилась она. Интересно будет посмотреть за тем, как Рыгалина выступит зимой. Потому что на этапе мирового кубка она, насколько я помню, участия не принимала. Но приехала в Тюмень и здесь показала, что... Евгения Крупицкая, также молодая спортсменка, на отсечке 9,9 борется с Ольгой Желудевой. И пока 6 секунд выигрывает Евгения Крупицкая. Почти 30 секунд Юлия выигрывает у молодой Евгении. Вот уже Юлия на стадионе. Проигрывала на предыдущей отсечке 31 секунду Татьяне Сориной. За Юлией Ступак. Отсечку 9,9 проходит Анастасия Рыгалина. 44 секунды выигрывает у Крупицкой. Ну да, видно, что Рыгалина добавляет с каждым километром. Здесь Крупицкая по движениям очень мощно проходит, но видно, что силы не так много осталось у Евгении. Три секунды их разделяет с Желудевой. Я думаю, это принципиальное соревнование. Спортсменки из одной возрастной категории. А Сорина выигрывает у Рыгалины 28 секунд. На предыдущей отсечке было 26. То есть добавляет Татьяна, однако не критично для Анастасии. Все отставание, что сейчас между ними, есть в пользу Сориной. Рыгалина проиграла на первых километрах. То есть, да, видно, что занимает третье место. У Крупицкой она выигрывала порядка 30 секунд. Интересно, сама снялась, либо перепутала количество сегодняшних кругов. Такое часто бывает, помним, как на Олимпийских играх кострейка Тереза Штадлобер перепутала. То есть, судя по всему, будет борьба за третье место между Крупицкой и Желудевой. Алиса Жамбалова здесь пятая. Вот Сорина проходит отсечку 11 километров. Выигрывает у Рыгалины 20 секунд. Она уступает Крупицкой, но учитывая, что Смирнова вторую часть дистанции идет быстро, то есть, сделала акцент именно на нее, то Смирнова также может включиться в список тех, кто борется за медали. Но тем временем Анастасия Рыгалина заходит на последний круг, проходит отсечку на стадионе 12 километров и побороться за медали. Конкретно на отсечке 12 километров Жамбалова проигрывала Крупицкой каких-то 12 секунд. У Жамбаловой, скорее всего, есть на трассе «Жемчужиной Сибири» какие-то коронные подъемы, особенно в начале трассы, потому что именно в первой части круга Алиса отыгрывала. На отсечке от 12.9 уже побывала Ольга Желудева. И Евгения Крупицкая, которая наращивает отрыв от Ольги. 9 секунд теперь. На то, что обозначились два явных лидера гонки, Ольга Желудева начинает отрабатывать последний подъем. Хотя кажется, что вроде бы не сильно быстро она это делает, так как, ну, стоит понимать. И вот здесь Вероника Степанова также сегодня будет высоко, проигрывает Желудевой всего 22 секунды. И Анастасия Рыгалина 55 секунд везет Крупицкой и минуту 0.05 Желудевой. Очень хорошей скоростью показывает сегодня Рыгалина. Татьяну Сорину на отсечке 12.9. Осмотрим, Ольга Желудева уже финишировала. Полторы минуты привезла Елизавете Бекишевой. Вот Сорина 27 секунд. На 27 секунд быстрее идет, чем Анастасия Рыгалина. То есть один темп держат спортсменки. Но я думаю, Анастасия Рыгалина точно сегодняшнюю гонку себе в актив может записать. Она доказала уже, что является... Вступив только Сориной и Марии Истоминой. Кстати, тогда обыграла Наталью Непряеву Анастасия Рыгалина. Поэтому ее сегодняшние успехи это далеко не сенсация. Финиширует Вероника Степанова. Сегодня будет ее не было даже в топ-6. То постепенно она втягивалась. Вот, например, на... Ну, смотрим, давайте посмотрим, как финиш отработает Крупицкая. Три секунды остается. Две. Одна для того, чтобы обойти Желудеву. Ну, и, судя по всему, она сумела это сделать. Секунды. Смотрим, Татьяна Сорина проходит финишный подъем. Выигрывает у Рыгалина 24 секунды. То есть финишный круг Рыгалина проходит быстрее, чем Татьяна. Осталось из тех четырех, что было на последнем подъеме. И вот Рыгалина финиширует. Выигрывала у Крупицкая 58 секунд на последней отсечке. Осталось больше минуты. То есть, да, это скорее не Желудева слабо прошла, сильно прошла. Это скорее Евгения Крупицкая из последних сил рвалась в последний подъем. Однако, хватило ей запаса для того, чтобы стать третьей. И вот уже Татьяна Сорина финиширует. Лидер российских лыж. Одна из лучших лыжниц мира. Становится чемпионкой сегодняшних соревнований. Этому на классе провела гонку Татьяна. Вновь по конспектам Терезы Юхау. Ее еще на чемпионате России в Тюмени называли российской аналогией Юхау. После чего она с Терезой провела сборы. 27 секунд в итоге разделила Сорину и Рыгалину. И вот промежуточные результаты Татьяны Сорина. Первая Анастасия Рыгалина. А уже следом больше минуты им уступили Евгения Крупицкая, Ольга Желудева и Вероника Степанова. Это молодые спортсменки. Затем опытная Алиса Жамбалова замкнула топ-6. Екатерина Смирновна.